Эпид-ситуация в Карачаево-Черкесии остается крайне напряженной. Медики отмечают ежедневный прирост заболевших. Сейчас в среднем регистрируется до 60 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией ежедневно. И что самое опасное, чаще всего заболевают пожилое население от 65 лет, а также невакцинированные граждане от 30 лет и старше. И такая ситуация, конечно же, требует решительных мер. Поэтому региональный Роспотребнадзор ввел с сегодняшнего дня обязательную вакцинацию для следующих групп населения. Дело в том, что при анализе возрастных групп, которые чаще всего болеют, мы установили, что больше всего заболевает именно работоспособное население, лица в возрасте от 30 до 60 лет. Еще раз уточню, для работающего населения, для работающего населения это все промышленные предприятия, предприятия энергетики, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, короче, все предприятия, которые до этого не были охвачены в обязательной вакцинации. Таким образом, эти категории населения должны до 9 ноября нынешнего года получить первый компонент вакцины, а до 7 декабря и второй. Те, которые не имея медицинских противопоказаний, не будут вакцинированы, согласно постановлению, могут быть отстранены от работы. Гораздо большие санкции ждут работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников. Руководителям предприятий, у кого уже сотрудники коллектив прошли вакцинацию, нечего беспокоиться, они просто могут лишь обновить список подлежащих вакцинации. Может быть, кто-то вышел на работу из декретного отпуска, из отпуска или из больничного листа. А всем остальным нужно этим вплотную заняться, потому что за невыполнение данного постановления предусмотрены значительные штрафные санкции. Также с сегодняшнего дня обязательна вакцинация всем людям от 60 лет и старше. Для этих целей региональным Минздравом будут созданы дополнительные мобильные бригады, которые будут предлагать получить спасительную прививку на дому. Ситуация в регионе действительно непростая, поэтому главный санитарный врач республики не исключил в будущем и введение дополнительных ограничительных мер. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архиз, 24.